приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том как человек оскорбляет сам свой дом поэтому не стоит делать именно таких действий чтобы не оскорблять свой дом и не разрушать его энергетику каждый человек имеет свое жилье вот это может быть квартира у кого-то это дом кто-то обладает большой площадью жилья кто-то меньший но для каждого человека без исключения это особое место с особой энергетикой которую он создает самостоятельно или же вместе с людьми с которыми живет под одной крышей энергетика жилья 7 сильнее и крепче чем энергетика пока еще одинокого человека поэтому и следить за ней намного легче чистки можно проводить не так часто но одиноким людям не стоит расстраиваться и о чем-то переживать нужно просто больше внимания уделять энергетическим чисткам чтобы поддерживать жилье наделять его нужными энергиями следить за своим жильем должны должны быть для каждого человека настолько важно как заниматься например собственным саморазвитием обучением или же жить соблюдая все правила ведь остановка среди которой мы находимся отдыхаем эмоционально и энергетически перезагружаемся влияет на нас самым непосредственным образом если эта обстановка непростая тяжелая заполнены ненужными вещами предметами хламом все это будет не только эмоционально отягощать но и разрушать человек связан с энергетика своего жилья неразрывно он подпитывается от него и она помогает ему восстанавливать энергетические силы и тем самым делает его сильнее но это только в тех случаях когда энергетика жилья мощная и крепкая других же она наоборот способна подпитываться от энергетики те кто в нем живет из-за чего они не смогут с легкостью восстанавливать свое биополе избавляться от ненужных энергий часто когда человек переезжает в новое жилье он может сразу ощутить его тяжелую энергетику если же прежние хозяева за ним совсем не смотрели в таком жилье будут некомфортно находиться будет появляться желание что-то изменить выйти на улицу или если же энергетика очень тяжелый то и даже переехать попав такое жилье даже дружная семья которая ранее не знала что такое ссоры будет постоянно между собой ругаться с каждым днем все начнут только ухудшаться ночью начнут мучить кошмары и приходить злые сущности поэтому такого допускать ни в коем случае нельзя для того чтобы жилье было комфортным ним было приятно находиться а радостью удачи его наполняли энергетика должна быть светлой и сильной нужно придерживаться правил и советов которые передавались из поколения в поколение чтобы нам в этом помочь дом с положительной энергетикой наполнен не только нужными энергиями эмоциями но и в нем живут добрые духи который помогает контролировать поступление различных энергий наше финансовое состояние защищать от дурного сглаза и недоброжелательных людей соседей есть еще и домовой который считается вашим помощником и способен указывать на что-то плохое если таковое присутствует в вашем доме или если же вы что-то упустили есть и духи которые могут помогать справляться с проблемами которые возникают из-за воздействия недоброжелателей со стороны поэтому их нужно уметь благодарить для этого 1 3 месяца нужно на блюдце насыпать жменью пшеницу пшеницы жменью кукурузы жменью риса и ставить во внутрь этого всего восковую свечу и обязательно проговаривать такие слова ваше влияние духи дома моего ощущаю за целостность энергетики вас благодарю мне и далее помогаете домой от всего плохого защищайте пусть любое зло стороной обходит его когда свеча догорит таки все и оставляйте до утра утром свечу выбрасывать это что на блюдце отдайте птичкам так вы не только отблагодарите тех кто помогает вам следить за домом но и запустите посыл добра во вселенную который очень быстро вернется вашу жизнь большом количестве если вы чувствуете что энергетика жилья стала не такой благоприятной как вам того бы хотелось вы можете просить своих помощников о помощи и о том чтобы они помогли вам ее очистить это вам понадобится стакан проточной воды ложечка меда сахар корица все это вместе размешайте проговаривая при этом семь раз такие слова мои энергетические помощники которых не вижу но ощущаю помогите дома от ненужных энергии освободите когда поработаете воду выпейте по выду воду попейте ее вам оставляю и благодарность проявляю так она должна простоять три часа после чего возьмите данную воду выйдите на улицу и выйти и левой рукой под молодое дерево с этого момента с каждым днем как будет расти данное дерево таки будут крича окрепчать энергетика вашего жилья становясь такой что при поддержке энергетических помощников никто не сможет больше ей навредить нужно следить за тем чтобы в доме была гармония добро светлой энергии тогда он будет наполнил только приятными моментами и счастливыми событиями которые будут происходить со всеми кто в таком доме живет и конечно же радовать так людей они будут изучать счастье привлекать его еще больше что сделать энергетику жилья еще более крепкой дом это символ нашей жизни быт быта поэтому его нужно беречь и уважать так как он все ощущает благодаря этому притягивает потоки нужных именно на определенном этапе энергии но не всегда нова на наш дом влияние оказывают негативные энергии злые сущности недоброжелательные и нечистосердечные люди порой к сожалению и мы по незнанию загрязняю свой дом своими поступками какими-то действиями эмоциями словами можем даже оскорбить свой дом а это ослабит его с нами связь не это станет ощутимо за очень короткий промежуток времени далее поговорим о том что нельзя делать своем доме чтобы этого не допустить и затем не жалеть о содеянном и не думать как избавляться от данной ситуации итак друзья нельзя в доме ругаться постоянно выяснить отношения и это касается не даже не только разговоров с членами семьи но и по телефону контролируйте пожалуйста все свои эмоции даже если хотите кому-то что-то объяснить делайте это спокойным голосом не создавая никому не нужные вибрации которые будут расшатывать энергетику жилья делаю слабые способны пропускать негатив если вы любите устраивать скандалы от такого нужно отказаться так как во время этого выходит негатив а вибрации настолько сильные что могут даже разрушить энергетику жилья в полной мере и восстановить ее будет уже практически невозможно доме должна быть дружная обстановка царить любовь и взаимопонимание тогда это будет только укреплять энергетику вашего жилья а также никто не сможет притягивать в него зло дом способен хранить различные тайны это могут быть как разговоры с вашей подругой по душам такие мысли которые вы в отчаянии произносите вслух может быть и измена о которой ваша вторая половинка ничего не знает и может и не узнать но под влиянием испорченной энергетики дома будет ощущаться что что-то не так это будут давить уже на подсознание на нервную систему и приведет к тому что приезжие к отношению в семье а также светлых энергий в таком доме уже никогда не будет даже при том что будут проводиться постоянно энергетические чистки помните ваш дом это ваша крепость за стеменами которой прячетесь вы вся ваша семья поэтому не пускать на эту территорию чужих людей и не делайте необдуманные поступки о которых потом придется пожалеть нельзя в доме сквернословить проговаривать нецензурные матерные слова вы знаете что каждое слово несет в себе свою энергетику вибрации так вот такого рода слова кроме негатива и разрушительных энергий ничего в себе не несут чем чаще вы будете их произносить тем хуже это будет сказываться на вашем жилье вы будете впитывать эти негативные энергии находясь в таком доме а это скажется и на других сферах вашей жизни уже вне дома также такие слова будут огорчать ваших помощников и когда вам понадобится энергетическая помощь вы ее не получите так как они постараются вас научить тому что если вы не будете ценить свой дом и начнете себя то и другим до него нет никакого дела из-за этого в доме даже может произойти какая-то беда старайтесь в своем доме наоборот проговаривать больше положительных слов которые передают светлые чувства нужные эмоции будут только укреплять особенную энергетику вашего жилья радуя ваших помощников которые в таком случае с большим удовольствием во всем будут вам помогать так как будут видеть что вы стремитесь все сохранить и придерживаться правил когда человек приглашает свой дом нечистосердечных злых людей зная о том как они к нему относятся но всеми силами стараясь восстановить удержать или создать какие-то ненужные отношения и связь и добрые люди вашем доме также будут его оскорблять если вы позволите кому-то из тех кто пришел ваш дом его критиковать независимо от того какое место вашей жизни занимает данный человек и относится он просто к знакомым или же к родственникам вы покажете дому что не цените дом что не готовы за него вступаться что не считаете его чем-то особенным взамен конечно же получите неутешительный результат останетесь без энергетической поддержки и защиты в данном случае проявлять вежливость не стоит если человек переступивший порог вашего жилья позволяет себя как-то неправильно высказываться по его поводу или что же что-то критиковать вы вполне правы и даже должны это пресечь показав что это ваша территория и никому не позволительно себя так вести на ней вы должны защищать все свое не только дом но и семью домашнего любимца так как это самые ценные вещи люди жизнь имеющиеся в вас поэтому содержите данную энергетическую связь обязательно в целостности чего бы или кого бы она не касалась а если какой-то человек не готов к этому прислушиваться значит сделайте правильный вывод не держитесь его и не позволяйте влиять на свою жизнь особенно негативно каждый из нас любит встречать в своем доме гостей накрывать прекрасный вкусный стол проявлять гостеприимство но все должно быть в меру если превращать свой дом вместо для постоянных встреч пьянок или разгула то знаете ничего хорошего из этого не получится так как чужие энергии и не самые наилучшие будут попадать ваш дом постоянно разбавляя его особую энергетику ненужными энергиями а если эти люди излучают еще и разрушительный негатив то он за короткий промежуток времени разрушит энергетику вашего жилья наполнит ее пустотой негативом который быстро приумножится и начнет влиять на всех кто будет попадать в такой дом даже на короткий промежуток времени домовой откажется смотреть за таким домом не будет отгонять от него все плохое что будут в него притягивать такого рода энергии к тому же его злость можно будет ощущать и в ночное время что он будет делать он будет стучать дверями ходить по дому так что будет слышно и вы вы находясь на кровати будет тем самым вызывать у вас такие моменты жуткий страх а тому человеку который позволил изначально причинить дома такой вред и вовсе придется перед ним отвечать за свои поступки ему будет тяжело дышать по ночам могут дать о себе знать и хронические заболевания или же что еще хуже приключиться новые с каждым днем состояние данного человека будут только ухудшаться придет к тому что он может даже погибнуть оставшись без энергетических сил дом также не будет помогать их восстанавливать ведь к нему относятся без уважения не берегут его так почему же и он должен поступать как-то по-другому не позволяйте в своем доме командовать никому даже своим родителям или же родителям супруга которые придя в гости могут пытаться устанавливать свои правила у них для этого есть свой дом а вашим хозяева вы и только вы ваша связь с домом крепко и не позволяйте никому в это вводить коррективы которые окажут свои последствия в будущем не позволяйте стучать по столу дверями так как это будет обижать всех энергетических помощников вашего дома может быть и денежной энергии за такого неуважения его покинуть счастье и удача уйдут за ней не позволяйте лежать на своей постели менять скатерть полотенце с подобными просьбами должны приходить к вам они самовольничать иначе это принесет супружеские проблемы и обесценит отношения между вами а те кто будет это делать будут забирать ваша светлая энергия а также сильную энергию дома и тем самым разрушать то что вы строили нельзя относиться в доме с неуважением зеркалам окнам дверям столу кухне нужно содержать все это в чистоте так как это сакральные предметы и места и через них поступают потоки различных энергий поэтому нужно сделать так чтобы они были светлыми и положительными а они негативными и плохими ведь грязные окна грязная кухня зеркала просто недопустимы грязь притягивает грязь и притягивает негатив который будет разрушать и энергетику вашего жилья также восстановить к сожалению ее будет даже невозможно нужно проводить уборку дома как только видите что кто-то где-то что-то запылилась запачкалась не стоит запускать оправдывая что на это на это сейчас у вас нет времени а генеральная уборка труднодоступных места должна делаться раз в месяц тогда в доме не будет энергии которые могут причинить вам вред связь с домом не будет разрываться нарушаться и он соответственно будет также исполнять свои защитные функции укрывая вас от зла и оберегая от негатива да вы знаете это непростой труд содержать дом чистоте но он стоит счастливой жизни которую вы получите взамен и прекрасной семьи которая будет дружно и жить под крышей данного дома поэтому очень важно что вы любили свой дом ценили то что у вас есть ведь так вы будете показывать ему свою любовь и он будет вам платить тем же если этого не делать он станет не только для вас неуютным но и чужим не будут получать сильные энергии которые нужны для комфортной жизни и искренних отношений только категория людей которая умеет ценить все то что есть в их жизни способна приумножить все хорошее получить что-то больше благодарите своих помощников за то что помогает вам ухаживать за домом ведь ведь в без них вы бы не справились это просто но внимание приятно всем в ответ вы получите его гораздо больше поэтому желаем вам друзья желать правильно жить в своем доме полном света любви благополучия счастья и изобилия вашей жизни сами как всегда был канал эзотерика для себя друзья если вы еще не подписаны на наш канал обязательно подписывайтесь наш канал за не ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важные цены информации друзья прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально следующем видео